Внимание друзья, я хочу познакомиться с вами и познакомить с вами весь садовый мир. Почему? Потому что все садоводы братья. Я о вас наслышан, у вас есть свои таланты, которыми я не обладаю. И может быть получится целая серия фильмов. Но начнем с самого простого. Давайте со знакомства. Прошу вас представиться. Меня зовут Виктор, фамилия моя Пыженко, моя супруга. Меня зовут Лада Пыженко. Очень приятно. Ну, мы с вами чуть-чуть знакомы, потому что живем в одной деревне, а друг другу... Да, один раз были только. Не, ну, живем, мы приехали просто недавно, собственно, у нас получается, вот, пятое лето будет здесь. Первое лето мы вообще, надо было хоть ремянку поставить, мы ни с кем даже не общались. Скажите, вот не получится долгого разговора из-за того, что очень быстро кончается, на холоде всегда быстро кончается зарядка утка. Мы первый раз у вас в гостях. И тоже наслышаны. Да, наслышаны. Я еще была подписана на ваш канал, еще в Новосибирске живяк. Да, да. Вот, все, все. А тут проезжаем мимо случайно. Так она меня, стой, 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 говорит, смотри. Слушай, я на этого человека подписана. Точно. Как Тесен мир. Как Тесен мир, да. По традиции приходишь первый раз, даришь что-то. Это пастила с нашего сада. Так, а еще? Это фрукты, яблоки, груши сада и мед. Так, ладно. Извините, пожалуйста, я. Да не, не, ничего страшного. Тогда с вами поговорим. Пока я буду камеру держать, а когда я что-то буду рассказывать, вы будете держать, ладно? Так, еще раз скажите, как зовут? У меня память. Ну, меня зовут Виктор. Ну, ладно, Виктор. Тогда мы с вами, наверное, не молодые. Я для вас, Валера. Ну, обычно меня Константинович зовут. Ну, я знаю, Валер Константинович. Ага, смотрите, вы сказали, пастилу сделали. Это яблоки, груши. Что еще там? Там вообще яблоки, груши с нашего сада и слива. То есть, ну, такая смесь тройная. Ну, и иногда добавляем какую-нибудь ягоду, там, смородину. Ясно. А пробачьте персики, черешни, абрикосы. Пока этого нету. Будет. Так, внимание, одевайте. Пришли. Я не был случай, в моей жизни случай, чтобы я не отдарился. Есть такое выражение? Таринное. Отдариваться. Пойдемте сюда. Я и подарки люблю, и отдарки люблю. Правда любите? Да, очень. Я сама люблю подарки дарить. И получать, конечно, это же обоюдоострый процесс. Так, скажите, хоть какие-то абрикосы есть? У нас есть абрикосы. Мы первый год, когда приехали сюда, где-то, не помню, где-то в мае, они, по-моему, купили. И есть абрикосик один растет, посадили. С майной? Да. Привитый. Привитый, да. И он даже в прошлом году зацвел, один цветочек был. В этом году будем видеть. Так, смотрите сюда. Значит, вот это особое смысл. Значит, я очень долго с таким гонором говорил, где у меня нет ни одного дерева, культурно выращенного из косточки. Слаб человек, слаб. Вот видите, это двухлетки. Это я выбрал со ста граммовых абрикосов академик. Это уже не академик, это уже особые эти склоны. Сто грамм это вот так вот, да? Ну да, примерно так. Слушай, не очень. Так вот, дело в том, что меня... Это будет, наверное, длинный разговор. Я буду приезжать, заряжать дома эту, приезжать и говорить, Лада, Виктор, ко мне, пожалуйста. Хорошо. Я получил такой, представьте себе, канал, миллион сто тысяч подписчиков. И там мой адрес обращается, не буду лишний раз фамилию говорить, хотя уже все знают, о ком речь. Там тоже пальцы гнуло, я кандидат, я это самое... У меня шикарное образование, какой-то металлур кучит. И чтобы меня пригвозить, фразу цитирую дословно. У Железова, у вас смешанный сад. Сейчас я вам специально покажу, что значит смешанный сад. Это означает, что у вас свободное опыление. Вы знаете, какое свободное опыление? Это здоровье сада. Здоровье сада, да. Ну согласитесь, я уверен, что... Да, я согласна, я согласна. Да, свобода, это здорово. Мало того, я хочу сказать, это просто вот на камеру даже. Мы попали сюда из-за абрикосов. Потому что я даже не знала пять лет назад, что есть Сизая. И мы, когда с женщиной познакомились с Надеждой, случайно в поезде, и она говорит, 15 ведер абрикос собрала. У меня такой ступор сразу, думаю, я из Казахстана, я алматинка сама вооруженная. Я знаю, где абрикосы растут, и у нас абрикосы были в саду под Алма-Атой на даче. И она мне такие вещи говорит, я говорю, как-то вот, как-то, как-то очень... Ну, она постарше, и вот неудобно сказать, что вы там придумываете там что-то. Она говорит, да приезжайте. Вот я такой же фантазер. Да, и мы приехали, она нас вареньем накормила. Я как увидела красоту такую, говорю, дорогой, поехали, мы здесь будем жить. Вот приехали. Ладно, теперь про то, что я вам дарю. Дело в том, что там заканчивается фраза так. У вас свободное поление. Это означает, что у вас из косточки, а я им торгую косточки, вырастут, цитирую, дички, запятая, и жердели. Ну, жердели, это... Жерделы, мы даже знаем такое название. А у меня несколько десятков человек вырастили из косточек персики, они крупнее моих, мои косточки. Вырастили абрикосы, пусть не 100 граммовые получились, а 50-70, у кого-то даже их со 100. И получается, ну, совершенно не это самое... Ну, как... И чем она написала последнюю фразу? А это обман и мошенничество. Ну и куда вы попали? До свидания, друзья. Вон на рынок. Мы ели, по секрету, так, нас угощали вашими абрикосами. Они такие, я знаю, да, 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 я один съела даже. Ну, а что не произошло? Вкусно очень. Аня, ну, приносила Леночка, Леночка. Понятно, Лена Александровна Савельевич, наша общая подруга. Да, да, да. Так, дайте я гляну. Дело в том, что я не собирался это снимать, да? Вот, мне надо посмотреть, что. Запись идет, уже моргает. Она может остановиться в любое время. У меня бывало, я говорю, говорю. Давайте сейчас самое главное скажу для первого фильма. Я чувствую, у нас их будет много. Вы не против? Вы не против. Гонорары вот мои. Хорошо. Смотрите, быстренько, пока про это. Видите, синий теленчик? Это Леночка, она увезет. Нет, нет, внизу, внизу, да. Видите эти? Ох, ушел. Эй, земляк, иди-ка сюда, ты че, это... Я сейчас им буду дарить то, от чего ты отказался. Ах, из косточки. Еще один специалист идет. Родом с Таймыра. Привет. Вот, я тебе потом покажу привитый. Я должен. Итак, пока я им говорю. Ну, мы сейчас заканчивается это. Вы не торопитесь, у меня времени до вечера. Ну, отлично. Итак, которая с биркой, это мои. Я их оставляю навсегда. Это мой принцип. Вырастил на месте, это максимальное здоровье. Вот. Теперь выбираем саженец, который не ее, допустим, и не мой. Так. Ну, например... Вот этот. Ах, глаз положили ваш. Когда закончится съемка. Так. Вот он, красавец. Конечно, ему два года, он пока цвести не собирается. Зацветет на пятый год, это я вам говорю. Еще два года потерпите? Конечно, конечно. Бывает на четвертый. Ну-ка. Что там красное? Вот это зародыши цветочек почек в следующем году зацветет. Ну, я же глаз на него положил, видите? Да. Так. Итак, это ваш. Теперь. Когда закончится съемка, мы его выкопаем. Так. Садить будете по методу железа. Вот сколько осталось времени, моргает эти, зарядка, да? Садить будете вот так. Ну, пусть это черный абрикос. Я его делаю маточным. Присоединяйтесь, а? Что делать нужно? Варианта два. Или селекционеры, или торгаши. И то, и то приветствуются. А мы, а если мы будем кушать вкусно и гостей привозить к вам? Да, это, ради бога, я привезу. Смотрите. Черный абрикос диковинный. Смотрите, видите, цветы. Просыпаются? Смотрите. А, вы скажете, скажете, в первый раз видел. Не будут цветочки вот эти, да? Они уже цветочки, вот они. Ладно. Главное не это, видите? Посадка на холм. Ну, понятно. Вот, груши и абрикосы. Самое нежное на выпривание. Только такая посадка. Груша посаженная даже на ровное место. Быстро выпривает. Об этом не знает никто. Никогда. Надо было мне родиться, чтобы об этом узнали люди. Но я нагляделся. Я по этим специалист по чужим садам. И по талаганатам. Приезжаю. Кстати, у нас так и было. То есть мы, который абрикос откупили и посадили его в ямку. И у нас год просто сидел. А потом Атленочка подсказала, что нужно на бугорок. И вот мы его выкопали. Насыпали дренаж. Такой этот самый, нахолмный. И посадили. И он сразу пошел. Так, ну будем считать, что состоялось, во-первых, наше знакомство. Состоялось премьера первого из нашей серии фильмов. Представлю вас новичками. Вы строитель. Вы хореограф. Хореограф. Мы танцуем здесь на берегу. Я знаю. Приходите. Я знаю, но будешь. Я так жалел все время. Что-то мешало, как специально. Я хочу заснять ваши хороводы. Все это. Скоро тепло будет. Скоро будем здесь танцевать. Мы едем в Красноярск. Я вам завидую всегда. Так надо приходить с нами, вставать в круг. Ну бывало еще и времена депрессии. Знаете, родиться человеком, который знает то, что не знает ни один человек на планете. И не востребован никогда. Вы знаете, мы все равно не одиноки. И как бы жить-то нужно не только хобби, увлечением каким-то. Можно еще и общаться. А танец это самое лучшее общение, потому что оно невербальное. Вы двигаетесь за руки, вы двигаетесь, никто никому ничего не объясняет. Никого не учат. Без меня ни одной не проводите. Хорошо, договорились. Договорились. Так, что еще цены? Итак, выкопаем. Я отрежу. Так, вот еще запись идет. Ура! Самое главное успею сказать. Когда мы выкопаем, потому что закончится зарядка и все. Я отрежу половину кроны. Так. Вот. Здесь до этого мы ставим метку север-юг. И вдруг обвалится земля. Делаем вот. То есть может корни оголиться сами. И тогда получается мы еще должны пометить, где корневая шейка. И вот этого не делает до сих пор никто и никогда. Пока ни одного случая. Вот будут продавать. И еще скажу, это уже не вам, а всем. Итак, мне звонят и говорят. К нам в Абакан. А, да-да. К нам в Абакан привозят. И дальше сказали. Или Новосибирск, или Томск. Огромное количество. Или уже привезли саженца. И там будут черешни, абрикос. А в Новосибирске, в Омске и в Томске, особенно в Томске, говорят, якобы из Томска, огромное количество саженца и как раз эти черешни. А там ни одной черешни нет. Надо упредить людей. Ну, хоть так. Ну, пусть бы спросили документы. Но документы говорят, умеют делать. Ну, что с собой удалило. Тогда остается демоточный сад. Мой сад, он в тысячах фотографий. И вот осталось последнее. Это я, чтобы упредить. А, давайте привнемся. Итак, смотрите. На следующем я покажу, что такое ментор. Как работать с ветром. Как сделать, чтобы абрикос зацветал позже, не попадал под заморозки. А пока вот то обвинение. Ложь, мошенничество. Смешанный сад. Смотрите. Абрикос слива венгерка. Абрикос, персик. Дальний. Персик. Персик. Черный абрикос. Персик. Значит, дикий абрикос, который я буду облагораживать. Так. Дикарь. Обязательно. Это как... Дайте я гляну. Мне все кажется, что уже... Видно там? Да, видно, видно. Я всегда говорю. Если однажды, вот представим себе, мы с вами все селекционеры, стаю этих самых породистых сук. Их держат отдельно. Попадает случайно, кобель прорвался. Вот. Значит, потомство родилось какое? Без пола, они не стоят ни рубля. Потомство. Но когда случится беда, представляем, что этих сук выгнали. Они не могут выжить в природе. А вот тот, кто... Ну, понятно, да. То есть потенциал выживаемости всегда... А вот это вот уже гибрид, помесь с этим, с дворнягой. Вот та будет жить и спать на морозе. Вот то же самое здесь. Вы что думаете? Все культурнейшее. Вы увидите здесь плоды, я специально приглашу. Вот. Невиданные, невероятные. И посреди растет дикарь. Вот он. Ну, конечно, я его немножко благородил. Ну, это понятно. Но слаб человек. Но этот дикарь создает здесь особую ауру. Понимаете? И здесь получается так, что дикаря не трогают жуки. Дикаря не трогают тля. Дикаря не трогают гусеницы. Понимаете? А эта аура вот летит оттуда. А вы знаете, что все, они все крылатые. Крылатые муравьи, крылатые пчелы, крылатые эти самые. Будущие гусеницы, плодожорка крылатая. Так нет? Значит, все крылатое буквально. Вот она летит вон оттуда. Бах! Ёп! Все, и вон туда улетела к соседям. Понимаете? Вот, наверное, так. Ну, что, давайте. Ну, а так оно и есть у нас, смотри, вот, которая дичка растет возле забора. То есть на ней вообще тли нету. Рядом яблоня, там буквально метров 20. Все, тля на ней просто. Надо рядом садить, вот тогда будет нормально. Поверьте. Ну, она метров 20, да. У меня Илья Александровича прекрасно ориентируется, потому что я говорю, найди мне грибы. Нету. Кругом все в грибах у меня нету. Найди мне эти самые клювы. Одну нашла листик свистый, испортила мне съемку. Я говорю, нет у меня, нет у меня клювы. Подходим, я надо разворачивать лист. Ну, нюхаю ее, она же аспирант. Ладно, прощай. Так, все, ребят, заканчиваем. Он все равно или закончился, или закончится. Ну, вот я об этом очень сложно. Давайте. Спасибо вам за участие. Гонорар, вот он. Хорошая. За съемку. И так и будем продолжать, ладно? Дайте я уже сам. Нажать? Да, давайте. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...